Приветствую вас, Анна. Я думаю, что вам нужно разобраться в своих чувствах. Что вы чувствуете к человеку, например. Что вы ощущаете к человеку, а что вы чувствуете по отношению к себе. То есть, что вы хотите для себя, а что вы хотите по отношению к себе. Потому что ваше желание человека вернуть, оно очень похоже. По крайней мере, похоже на то, что вы это делаете для себя. На то, что вам это нужно для себя. И если это действительно так, если это действительно так, если вам это действительно нужно для себя, то мне кажется, что нужно, конечно, в первую очередь разобраться в том, для чего вам все-таки лично это нужно. Зачем лично вы хотите вернуть отношения с человеком? Потому что он, ну да, он, не уверен в себе, он, вероятно, забыл, как, как это, быть близ, ну, быть, ну, быть близости. Да? Вот. И так далее. То есть, тут, как бы, ну, может быть проблема, на самом деле. Такая вот история. И... Очень важно для вас, именно для вас определить вашу позицию по данному вопросу. Ваша точку зрения, вот именно вашу, вашу, вашу субъективную сторону в этом вопросе. Вот. Сейчас мужчина боится, если у него есть к вам чувства, вот, что, соответственно, нужно постараться занять по отношению к нему такую позицию, которая была бы для него максимально удобна, максимально комфортна, вот, которая была бы для него максимально удовлетворительна на данный момент временем, вот. То есть, чтобы ему было, вот, хорошо, на данный момент, чтобы ему было хорошо с вами общаться, чтобы ему было комфортно, чтобы он не боялся, вот. И дальше уже, собственно, в зависимости, да, в зависимости от ситуации, дальше уже можно будет, что-то предпринять. То есть, вам, с одной стороны, нужно, работать со своими желаниями, со своими потребностями, с одной стороны. Вот. И, с другой стороны, вам нужно понять, чего вы хотите для человека, вот, и постараться в максимально приемлемой для него форме, вот, в максимально именно приемлемой для него форме, ему это предоставить, вот, ему это дать. вот, мне видится, такой момент здесь, такой ответ, по крайней мере, на вопрос, что вы задаете. Что касается того, что вы пережили вместе много, да, это может, конечно, сближать, но мне кажется, что сближает это всех людей по-разному, и то, как это сблизило вас, не вызвало, очевидно, доверия у вашего молодого человека, раз он вот так себя повел, да. Так что, тут, это нельзя рассматривать как серьезный аргумент. По поводу совместных планов, опять же, желательно отграничить ваши планы от его, и того, что вы хотите, например, для себя, от того, что вы хотите для него, и очень важно, чтобы вы стремились к чему-то, да, сами по себе. Очень важно, чтобы вы стремились сами по себе к чему-то, без него, без, без его обязательного участия в вашей жизни, вот. Что касается того, что вы его безумно любите, ну, опять же, я бы на это тоже обратил бы внимание, потому что безумная любовь может быть и зависимостью, безумная любовь может быть и, значит, ну, и страстью, вот, которая просто ничего кроме за собой не несет. Если вы его безумно любите, то я хочу, чтобы вы спросили себя, что вы, опять же, для него, что это значит, для него, что это означает, да, то, что вы безумно любите его. Но это, мне кажется, тоже очень важный момент. Вот, ну, и вернуть, да, как я уже сказал, вернуть для чего, для чего вы хотите его, хотите его вернуть. Это очень важный такой момент, вот, на который, мне кажется, необходимо, необходимо поискать ответ, ответ, ну, по крайней мере. Вот, так это мне видится. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. В принципе, я описал, вроде бы, все. Вот. Если у вас остались вопросы, буду вам помочь. Обратите внимание, что вашему молодому человеку было 19 лет, когда вы начали встречаться. Вот. Сейчас вам 21. За это время люди часто, очень часто достаточно сильно вырослеют, достаточно серьезные происходят изменения. у людей. Вот. И вполне вероятно, что у мужчины, ну, просто могли поменяться его, ну, его взгляды, его желания, да, его ценности, его потребности, а его, например, восприятие в вас и так далее. Так что, это все, это все, это все может быть, это все может быть. Вот. Поэтому, на это, ну, это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Вот. Как мне кажется. Так что, я надеюсь, что вы обратите и на это, в том числе, тоже свое внимание. Вот. На этом, в принципе, все. Надеюсь, что он помог вам. Если, значит, дополнительные вопросы остались, пишите, буду рад помочь. Если вам понравилось за мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Захист ME Захист ME Захист ME Захист M